Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. Студия Ирина Ромбальская. Глава государства Александр Лукашенко назначил председателя Минграсполкома Андрея Шорца членом Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе президента. Напомню, Андрей Шорец был назначен председателем Минграсполкома 6 ноября. До этого 41-летний чиновник руководил Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Лестница не для пешеходов в центральном районе, лингвистический коллапс на улице Куприянова и новые краснокнижные соседи Минчан. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Вероника Фалей. По соседству с редкими пернатами краснокнижный посланник Коростель поселился в Московском районе. Со стороны из Красной книги на столичные улицы. На удивление, редкие птицы в этом году стали обитателями городской фауны. Длинноногая выпя храняет заказник Лебяжий, Коростель приветствует Минчан в микрорайоне Лошица, а зимородок экзотического окраса поселился по соседству с жителями микрорайона Чижовки. Своеобразным путеводителем по Минской экосистеме стали красочные вигборды. Я как бы никогда не видела таких птиц, но мне было бы интересно посмотреть на них в городе и узнать, что такие существуют вообще. Поглощенные земными недрами по разрушенной лестнице в центре города вряд ли удастся пройти без повреждений. Разрушающая сила времени и человеческой беспечности орудует в центральном районе. В горе лестница уже несколько лет живет отдельно от столичных пешеходов жизнью. Ступеньки лежат в стороне, металлический каркас глядит во все стороны, а бетонная основа и вовсе уходит из-под ног. Ходить неудобно, особенно если вечером здесь будешь гулять, то можно споткнуться и упасть. Большинство народов, когда здесь реально сколько-то, стараются по краешку ходить. Мастерские вести в заблуждение. Наглядный пример, как не нужно писать белорусскоязычные названия улиц, можно наблюдать на улице Куприянова. Языковое разнообразие или элементарная безграмотность. Сразу два жилых дома, седьмой и девятый, потерялись на страницах лингвистических словарей. Название улицы Куприянова, где и обнаружена ошибка, осталось без перевода. По словам коммунальщиков, новую адресную табличку заказали более года назад. Но, видимо, эту работу пока отложили в долгий ящик. Как говорится, обещанного три года ждут. Мы живем в Беларуси, и у нас таблички написаны на белорусском языке, то они должны быть и написаны, как Волох и Куприянова на белорусском языке. Ваши видео, факты и звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайте tv.byu в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии 1 600 700. И помните, нам важные подробности. Дед Мороз в каждый дом. В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» новогодние подарки получили ребята из неблагополучных семей. С наступающими праздниками маленьких жителей микрорайона Степянка поздравили представителей администрации партизанского района. Ребята получили сладкие угощения, канцелярские принадлежности и спортивные наборы. Всего в партизанском районе в рамках благотворительной акции подарки получат около двух с половиной сотен детей из неблагополучных семей. Я желаю своей семье, своим сестрам, братьям счастья, здоровья, и чтобы у них все было хорошо. Мы поздравляем семьи, дети которых находятся в социально опасном положении. Поэтому наша цель сделать детям приятно, с тем, чтобы они получили то, что не могут дать им их родители. 10 тысяч плюс в Минске планируют увеличить зону платной парковки в пределах второго транспортного кольца. Программа рассчитана до 2017 года, но первые изменения автомобилисты почувствуют уже в начале следующего. Так, до мая платными станут парковки в пределах улиц Карла Маркса и Кирова. Следующими в очереди на модернизацию стоит квартал в границах улиц Комсомольской, интернационально-революционной. Обслуживать автомобилистов здесь будут паркоматы на солнечных батареях, заряжать которые будут 8 альтернативных аппаратов. На конце 2015-го зоны платных парковок появятся в пределах проспекта Победителей, улиц Максима Богдановича и Орловской. Праздник с размахом. Новогодние гуляния в Московском районе впервые пройдут сразу на трех площадках. В парке имени Павлова, в сквере на улице Волоха и в микрорайоне Брелевичи на улице Яна Чечета. Организаторы готовят насыщенную программу с театрализованными представлениями, развлекательными играми и дискотекой. Новогодний марафон продлится и в первые дни января. В парке Павлова с часу ночи до 4 утра мы ждем всех на театрализованное представление с Дедом Мородом и Снегурочкой. В микрорайоне Брелевичи с часу до 3 танцевальная и развлекательная программа и в сквере по улице Волоха также с часу ночи до 3 будет развлекательная программа для жителей этого микрорайона. Северное настроение, порывистый ветер с Балтийского моря принесет в Минск дожди и мокрый снег. Как долго город будет во власти непогоды узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова. В субботу через нашу столицу будут проходить активные атмосферные фронты Западной Европы, поэтому ожидается в основном облачная погода. Временами ожидаются у нас осадки в виде мокрого снега и дождя, также порывистый ветер с порывами до 14 метров в секунду и температура воздуха в течение суток плюс 3, плюс 5 градусов. В воскресенье немножко похолодает, температура воздуха в течение суток будет составлять минус 1, плюс 1 градус, но все равно будет выше климатической нормы. При этом ожидается у нас временами осадки в виде мокрого снега и дождя и порывистый ветер. И предварительно в начале следующей недели погода существенно не изменится. По-настоящему зимней погоды, к сожалению, пока ждать не приходится. Но есть большая вероятность, что к Новому году ожидается слабая морозная погода и с небольшим снегом. Но пока что состоит у нас паспортная погода. Желаю всем солнечного, позитивного настроения, удачи и берегите себя. А чем жил главный город страны на этой неделе наши корреспонденты узнали в традиционном пятничном опросе. На этой неделе мы ставили елку, украшали с племянником. Всю неделю работали, ездили за подарками. У нас юбилей гимназии, 60 лет, и вот сейчас мы идем на концерт. Ее и... Ну, вообще было весело учиться. Мне очень понравилась эта неделя, потому что у меня были десятки и девятки. Прошлая неделя была сложная. Эту неделю я отдыхал от прошлого. Настроение праздничное, поэтому у меня дети, внуки, прочие походы по магазинам, подарки. Вот эта неделя такая, суетная. Новые городские подробности в понедельник в это же время в студии новостей, в которой всегда рядом работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин